Привет, друзья! Вы, как всегда, в мастерской НОГ-88 и с вами я, Филипп. Сегодня на долгожданном обзоре флагман компании Everlast PowerTik 210 EXT. Устраивайтесь поудобнее, потому что это не просто распаковка, а самый полный и интересный обзор от пользователя. В нем не будет ничего лишнего. Буквально пару слов о компании. Everlast Power Products Inc. начала свою деятельность в 2004 году с производства электрогенераторов и сварочного оборудования в Сан-Франциско, штат Калифорния, США. Эти аппараты быстро завоевали популярность в США и Канаде, как в сварочных цехах, так и в частных мастерских. В 2008 компания начала выпуск сварочных аппаратов и аппаратов плазменной резки на платформе IGBT серии Power. Everlast заявляет, что в первую очередь они принимают во внимание точку зрения пользователей и уже под его нужды делают свое оборудование. А другие производители сначала отдают разработку инженерам и уже после дорабатывают получившийся продукт под нужды конкретного потребителя. При производстве своего оборудования Everlast использует электронные компоненты известных производителей из США, Германии и Японии. Сборка оборудования осуществляется в Китае и это абсолютно нормальная практика для производителей, которые хотят быть конкурентоспособными и обеспечить потребителю умеренные цены. Давайте уже скорее посмотрим на аппарат. Любой, кто когда-либо анбоксил этот сварочный аппарат, может отметить богатейшую комплектацию. Я реально не видел ни у одного аппарата такой комплектации, но тут тоже есть нюансы. Газовый редуктор, он классный, очень качественный, надежный, но он американский, под американские баллоны. То есть нужен переходник. Не знаю есть ли такие в продаже, но для тока изготовить его не проблема. Тем не менее я продал этот редуктор вместе с предыдущим аппаратом, потому что предпочитаю регуляторы с ротаметрами, плюс бывает часто нужен поддув. Также в комплекте мягкий армированный шланг и два хомутика. Хомутики сразу металлолом, потому что это просто хлам, они очень слабые. В комплекте две горелки. ВП-9 и ВП-26. Обель с кабелем суперфлекс и китовым набором. Для каждой горелки он свой. Горелки неплохие, но для профессионального использования они не очень. Девятку в принципе можно использовать для каких-то мелких работ. Но лично у меня вот эта горелка уже давно и у нее флекс голова для труднодоступных мест, поэтому горелку из комплекта я также отдал вместе с предыдущим аппаратом. Двадцать шестая. Горелка один в один такая же, как поставляется с аппаратом Вега, обзор на который будет вот здесь по подсказке. Толку от нее не очень много. Я использую такую горелку только на выездной работе и то если сварки немного. Потому что в мастерской в моем режиме работы она расплавится буквально за час. Кабель массы здесь отличный 3570 с вот таким мощным зажимом латунным. Надежная пружина, но он требует чистоты чуть больше, чем вот такой простенький зажим. Потому что этот иногда процарапывает краску сам, а для этого краску нужно зачищать. Я говорю о сварке, например, автомобильных дисков. Если его прицепить куда-то на окрашенную поверхность, то он начнет плавить краску и подплавляться сам. Держатель плавящихся электродов тоже очень надежный, очень мощный 3570. Но электроды такие у меня в мастерской не найти, поэтому он пока лежит. Последнее и самое важное, это педаль NOVA. Это супер классная вещь, она очень низкая, металлический корпус, антискользящее покрытие с двух сторон. Надежная, понятная и предсказуемая. Работать ей одно удовольствие даже стоя. А все вот эти высокие педали, самодельные или китайские, они жутко неудобные, неустойчивые. Корпус имеет стандартную для таких аппаратов компоновку, тоннельная схема охлаждения. Цвет корпуса отдельная фишка Everlast, которая является отличительной чертой. Сейчас на американском сайте производителя можно увидеть данный аппарат в рестайлинге. У него изменилась передняя и задняя пластиковая часть. Не знаю, есть ли изменения по внутренностям, скорее всего нет, но выглядеть он стал еще прикольней. Аппарат тяжелый, 28 килограмм. Ручка не добавляет удобства, потому что она хоть и большая, но прокручивается. Сзади у нас мощный силовой провод, европейская вилка. Быстросъема нет, но в видео про вегу я показывал, как его элементарно и просто сделать. Выключатель вот такой, рубильник. В сообществе Grover's по этому поводу слышал, что у них там обычный рубильник. Ребята, во-первых, это даже хорошо, что его можно заменить без проблем. А во-вторых, сравнивать Grover's Everlast, я как пользователь Grover's вам скажу, что Everlast его просто переедет. Кстати, раз уж у них какие-то терки, я буду немного сравнивать Everlast и Grover's. На последнем я отработал больше двух лет. В принципе, машина хорошая, но я очень рад замене. Вентилятор. Коллеги, я не пойму, у вас у всех такой нежный слух? Шумит, гудит. Ух, что делается? Может быть, не самый тихий аппарат, но и далеко не самый шумный. Взять ту же вегу, это просто самолет на взлете. В отношении Everlast есть вещи в мастерской, которые гораздо более шумные. УШМ, сверлильные станки, у меня стенд для правки дисков, компрессор, музыка. Субтитры для правки дисков. Субтитры для правки дисков. Субтитры для правки дисков. То есть, есть вещи гораздо более шумные, чем сварочный аппарат. Каких-то серьёзных опасений этот шум вообще не вызывает. И к тому же здесь 4 кулера. Естественно, какой-то шум будет, но охлаждается он при этом великолепно. Опять же, есть преимущество по сравнению с Гроверс. У него забор воздуха происходит сзади. То есть воздух там чище относительно, потому что, как правило, спереди мы производим слесарную обработку. Вот эта вся пыль летает. Сзади всё-таки почище. Панель управления прикрывается защитным стеклом. До покупки я думал, что это минус. Постоянно открывать-закрывать. Но на деле оказалось, что это и не минус, и не плюс. Неудобств не вызывает. Вроде как доп-защита. Но опять же, от мелкой абразивной пыли защита так себе. В общем, есть и есть. Коннекторы. Для массы. Быстросъём мама под газ. Семипиновый коннектор Everlast для подключения педали или кнопки горелки. Так как у меня есть стек горелки всех видов, столько семипиновых коннекторов, конечно, нет. Поэтому я из вот такого коннектора от горелки Everlast изготовил переходник на стандартный разъём двухпиновый. И теперь можно любые горелки подключать к нему. А педаль подключается напрямую. Коннектор для горелки. Изолента здесь просто, чтобы вот эти шланги сильно не изгибались. Панель управления очень удобно и логично разделена на отдельные блоки по порядку. Первый блок – это блок памяти. Здесь 9 ячеек, которые легко и удобно настраиваются. Вы можете запрограммировать всё, что угодно. Постоянный переменный тока, режимы импульса, двухтактный, четырёхтактный режим, педаль, продувка, задувка, нарастание, спад, частота. И в любой момент эти функции будут вам доступны. Наличие ячейки памяти – это суперкрутая функция, которая для меня была одной из решающих при переходе на Everlast. Чтобы сохранить настройки, нужно 3 секунды удерживать кнопку Save. Важно, на какой ячейке последний раз мы производим сохранение, та и будет включаться первой после включения аппарата. Блок основного дисплея. На нём отображается значение настраиваемой функции, а также единицы измерения амперы, секунды, проценты, герцы, индикатор включения аппарата и индикатор ошибки. Более чем за год работы включения этого индикатора видеть не доводилось, но об этом чуть позже. Блок выбора постоянного переменного тока и формы волны переменного. Здесь три формы волны. Прямоугольная, синусоидная, треугольная. Не буду разжевывать, вообще выбор формы волны переменного тока – это полезная функция, иногда даже очень полезная, но не жизненно важная. Здесь есть нюанс. При выборе синусоидной или треугольной формы волны дуга будет ощутимо менее мощной и, возможно, потребуется прибавка тока. Блок выбора системы управления. Двухтактный, четырёхтактный режим горелки и педаль. Педаль также работает в двухтактном или четырёхтактном режиме. Это видео, как и сам аппарат, не для начинающих, поэтому заострять внимание на этом не буду. Далее блок управления импульсным режимом. Пульс отключён. Стандарт AC-DC. И продвинутый режим Advanced AC для переменного тока. На Everglas 210 нижний ток в режиме импульса настраивается как процент от верхнего. И раньше я недооценивал эту фишку, но лишь потому, что не часто работаю с нержавеющей сталью. Наличие такого управления, это реально очень здорово упрощает работу, например, при сварке выхлопных пайпов. Режим Advanced AC-Pulse чередует AC-DC для контроля тепловложений при сварке тонкого алюминия. Пользуюсь не очень часто, так как у меня нет проблем при сварке даже очень тонкого алюминия без пульса. Но этот режим раньше тоже недооценивал. В некоторых ситуациях он очень помогает. Например, если свариваемая деталь очень мелкая, она быстро перегревается и стремится расплавиться. У этого блока есть одна неприятная особенность. От него зависит блок выбора AC-DC, а не наоборот. По моей логике, находясь в режиме DC, мы не должны иметь возможность выбора режима Advanced AC. Но это не так. Объясню на примере. Свариваем нержавеющую сталь. На каком-то участке хотим перейти в режим пульс. Включаем его, поработали. Хотим вернуться обратно. Вместо того, чтобы проскочить Advanced AC, мы переходим в него. Отключаем. Продолжаем сварку и не понимаем, что вообще происходит. Оказывается, что при переходе через Advanced AC у нас перескочил и режим выбора AC-DC. Это неудобно. Как на любом другом современном аппарате, здесь есть кнопка Gas Purge. Продувка. Включаем и регулируем подачу защитного газа. После отключаем. Следующий блок выбора TIG MMA и способа поджига дуги. Бесконтактный HF и контактный лифт TIG. Также в этом блоке выбор MMA и MMA с VRD. Не буду углубляться. Вкратце, VRD снижает напряжение холостого хода и, соответственно, риск поражения электрическим током. Блок индикации для MMA режима. Здесь у нас форсаж дуги, время горячего старта и ток горячего старта. Короче говоря, есть необходимые функции. Джентльменский набор для любителей MMA сварки. Четкая и логичная циклограмма. Блок настройки режима импульса. Блок настройки переменного тока. Частота. Баланс полярности. Перемещение по циклограмме осуществляется одной единственной кнопкой выбора SELECT. Это неудобно, потому что, если мы проскочили какую-то настройку, погнали на второй круг. В этом плане у Grover's и даже Vega лучше, что есть вторая кнопка. Я думал, что у старшего брата Everlast 255 эту ситуацию исправили, добавили кнопку, но нет. Там еще хуже. Кнопку SELECT перенесли сюда, а здесь у нас другие кнопки. Регулятор здесь небольшого диаметра. Он точный, предсказуемый, удобный. Зажимая, мы переключаем десятками. Очень быстро. Отмечу плюс Everlast относительно таких аппаратов, как, например, Grover's. Где бы на циклограмме мы не остановились, регулировка перескакивает через несколько секунд на режимы регулировки тока. Так как после настройки всех остальных параметров ток, возможно, придется корректировать в процессе сварки. Мы всегда знаем, где наш индикатор. Просто для полноты обзора давайте сделаем пару пробных швов. Поставим на льду. Пусть будет... Пусть будет 100... 3 секунды нам с половиной. Материал нержавеющая сталь 2 мм. Горелочка CK20 FUPA Без изысков Двойной диффузор Сеточка Электрон 2.4 Поехали! Алюминий тоже толщиной 2 мм. Для алюминия Переменка Частота 90 Баланс 32 Кстати, спад и нарастание не регулируются с педалью. Это и не нужно. В принципе, нормально. И поменьше ток. Поехали! Сопло пятерка Электрод тоже 2.4 Это просто экспресс-демонстрация возможностей данного аппарата. А если интересны подробности, охватить их в одном видео нельзя. Все работы представлены в группах ВКонтакте и Инстаграм по ссылкам. За последний год сделаны как раз на этом сварочном аппарате. Не подумайте, что это прямая реклама с подачи производителя. Хотя, если они смотрят... Everlast, Tartwell, давайте поработаем. Я вообще могу снять целую серию видео о работе данной техники. Начиная от сварки сот радиатора и заканчивая промышленными объемами при работе на максимальном токе. С различными деталями, металлами. Данный сварочный аппарат, конечно, не из дешевых. Но профессиональная техника не может стоить дешево. К тому же стоимость он окупает на все 100%. И способен встать в один ряд с такими известными аппаратами, как EVM, ESAP, CHIA, CHIBORA, LINCOLN, CAMPI. Составить им конкуренцию. Возможно, в каких-то нюансах он будет уступать. Но, если сравнивать цену, этот аппарат, безусловно, выигрывает. Многие коллеги, в том числе американские, предпочитают эту технику для профессиональных тюнинг-ателье. В России я знаю несколько. Взять пример работы всем известной и любимой нашим сообществом Лизы Уотсон. Лиз, тебе большой привет и благодарность за лайфхак с режимом накатки шарика для AC. Реально удобная и простая штука. Хотя шарик на конце вольфрамового электрода образуется и так в процессе сварки. В таком варианте это занимает буквально 1-2 секунды. Переходим в баланс. Накручиваем побольше. Зажигаем дугу на какой-нибудь пробной детали буквально на пару секунд. Получаем аккуратный блестящий шарик. И приступаем к сварке алюминия. Тележка сварочного аппарата выглядит вот так. В принципе, незамысловатая конструкция. Уголок, профтруба. Здесь рамка из уголка, именно под размер этого аппарата. В передней части есть подъем около 8 сантиметров. Это нужно для удобства считывания показаний дисплея и регулировки. Есть колесики. Тележка, в принципе, передвижная. Хотя аппарат стоит на своем месте здесь стационарно. Длинный шланг-пакет основной горелки 8 метров. Для него есть специальный крюк, чтобы он не мешался. Многие спрашивают, зачем чехол на сварочном аппарате. Ну, это не совсем чехол. Это скорее накидка. Сделано из эко-кожи. Выглядит она вот так. Внутри поролон. С двух сторон она одинаковая. Здесь стальные пруты вшиты. Есть вот такие неодимовые магнитики в изоленте в данный момент. Приклеиваются сюда. Накидываем. Фиксируем. Никаких проблем с охлаждением. Потому что она прилегает неплотно. И вот здесь хорошо продувается. Для чего это нужно? Абразивная пыль. Искры. Какие-то отвертки. Капли масла, грязи. Все, что угодно. Тошел аппарат у меня был на этой же тележке. Только в металлическом коробе. И когда я его продавал, он был просто как новый. По-моему это приятно и продавцу, и покупателю. И главная фича Эверласт. Он еще ни разу за более чем год использования не уходил в защиту по перегреву. Это вообще единственный сварочный аппарат. Не только истик. Однофазный. Который я не смог загнать в защиту по перегреву вообще. Гроверс у меня туда залетал как к себе домой раз в неделю. По моей логике в защиту уходил очень криво. Просто сварка прекращалась. Прекращалась подача тока. Загорался индикатор. Ошибка. И вентилятор тоже отрубался. То есть аппарат перегрелся, выключил подачу тока, ну и вентилятор заодно. И перестал охлаждаться. Как это работает на Эверласт, я просто не знаю. Потому что ни разу еще не смог его перегреть. Бывает я свариваю детали без перерыва целый день. На максимальном токе и близком к нему. С перерывами только там на переворачивание деталей. Какие-то манипуляции типа корчеткой почистить и все. То есть целый день. Чтобы вы понимали, бывает такое, что жидкость в кулере для охлаждения горелки нагревается до 50-60 градусов. Где купить? Где я покупал? Единственный продавец, за которого я могу поручиться, это мой близкий товарищ Иван. Руководитель крутейшего в России сообщества по теме тикс-сварки Exust Porn. Ссылка, конечно, будет в описании. Друзья, если вам понравилось, вы сами знаете, что делать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok